Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана. Традиционно подводим итоги этого виноградного сезона. И сегодня у нас обзор урожая технических универсальных сортов. Галант. Сорт немецкой селекции. По какой-то причине на виноград инфа его отнесли к столовым сортам. Но на самом деле на столовый сорт Галант не тянет. Как минимум на универсалы. Почему? Во-первых, имеет двух винных родителей. Это мускат блау и солярис. Во-вторых, ягода некрупная. Вот так, средняя ягодка на моей ладошке, чтобы более-менее представлять размер. Ягода имеет довольно плотную кожицу. И смотрите, в ней от двух до четырех косточек. То есть в столовых сортах большое количество костей при таком размере ягоды просто быть не может. И раз уж мы смотрим косточки, сегодня у нас 2 сентября. И видите, это все косточки с одной ягоды, кстати. Начинают они уже коричневеть, остались им только хвостики. Но одна только такая зеленоватая. То есть ягода вот-вот нам берет фенольную зрелость. Это же 2 сентября. После обильных четырехдневных дождей уровень сахара в ягоде колеблется от 18 до 22 брикс. Грозди у галанта довольно крупные, но очень рыхлые. За счет этого нет давления ягод друг на друга. За счет этого нет загнивания, нет треска. Даже вот после четырехдневных дождей ни одна ягодка не треснула. То есть он держится целеньким. И может выдавать от двух до трех гроздей на побег. Ягода хрустящая, с ярким выразительным вкусом. Там такая приятная гармония сахара и кислоты. И в то же время чувствуется мускатная нотка. Конечно, покушать галант тоже можно. Это будет вкусно. Но я думаю, что в вине он будет гораздо вкуснее. Общий сахар в сусле у нас 20. Общий сахар в сусле у нас 20. Даже вот чуть-чуть больше. Несмотря на холодную погоду, несмотря на то, что были дожди, галант сахар поднабрал. И вот пэш сусла. Мускат блау. Швейцарский сорт универсального назначения. Это его первое сигнальное плодоношение. Кусту, третий год. Гроздочки, конечно, рыхлые. Вот такие вот совсем рыхленькие. Вот это, конечно, посерьезней. Я думаю, что грамм 250, может быть, 300 потянет. Это гроздочка. Но для первого плодоношения сильно выводы делать не будем. Вкус богатый, очень насыщенный, приятный мускат. По срокам созревания сорт считается ранним. Но поскольку может быть первое сигнальное плодоношение, может быть погодные условия на 16 сентября. Вот на 16 сентября он как бы готов. Он вкусный, хороший, особенно если мы его используем для еды. Если мы его используем для вина. Значит, сахар сейчас 17-18. И буквально сахар стал набираться на глазах за последние пару дней. Он пошел вверх. Но, к сожалению, грядет непогода. Поэтому будем уже снимать с таким сахаром. А пару дней, если бы он еще повисел, то я думаю, что он хороший, набрал бы параметры по сахару. Хорошо вызревает лоза. Смотрите. Вот. И даже видно пасынок тоже уже вызревший. И лозы некоторые практически до верха шпалеры. По болезням никаких особенностей при стандартных обработках профилактических. Что касается треска, при очень сильном увлажнении может немножко трещать. Но, может, это особенность этого года. Не каждый год у нас такие экстримы. Поэтому, я думаю, что треск в данном случае не особо критичен. Косточки у него уже коричневые. То есть, виноград полностью готов созрел. Но с сахаром в этом году беда, как со всеми другими. Изегиребе. Технический сорт немецкой селекции. Невероятно ароматный. Я вот только-только сняла мешочки. И я думаю, что вы видите, как активно летят на него осы. Ну, понятно, что такой аромат, безусловно, их привлекает. Гроздочки у изегиреба довольно плотные. Но я немножко их прореживала, с одной стороны. И в этом году, к сожалению, несколько, когда шли проливные дожди, они испортили нам картину. Ягодка кое-где потрещала. Кстати, вот там, где я проезживала гроздей, там она потрещала меньше. И вот здесь сильно такая гроздочка рыхловато. Ну, смотрите, вот все, что я вам показываю. Там сейчас красиво. В контровом освещении все, что я вам показываю. Тоже вот после дождей, после того, как я над гроздями поработала. Вот, то есть, ну, мне еще осталось тут кое-что на вино. Ягода невероятно ароматная. У нее очень ярко выраженный мускат. Ну, кто-то говорит, мускат с ароматом розы. Не знаю насчет розы, но мускат сногсшибательный. Такой и яркий, и мягкий. Очень-очень приятный. К сожалению, моему привеликому, из-за неблагоприятного сезона, из-за сильных дождей, размылся сахар. Обычно эти гребы очень хорошо сахар набирают. В этом сезоне он размылся. Я даже единичным ягодам и мерить не буду. Потом замерим все полностью в сусли. Ну, конечно, я его уже снимаю. 14 сентября я его снимаю, потому что его просто съедят осы. Даже мешочки не особо спасают. Здесь на теневой стороне еще несколько лучше. А на солнечной там они просто лютуют. Поэтому надо снимать. Ну, вот вес гроздочек. Это 258. Сейчас еще вторую глянем. Ну, это 255. То есть приблизительно 200-250 будет среднее. Общий сахар 18, даже где-то 18,1. Я даже думала, что будет хуже. А так вполне неплохо. На 15 годится. Даже добавлять ничего не надо. Пох 3,97. Ну, на самом деле уже не очень хороший. Немножко сотые могут прыгать на приборе. Это не страшно. Но уже пох высоковат. Честно говоря, то есть с такими суслами надо работать аккуратненько. Реформ. Технический сорт винограда венгерского происхождения. Раннего срока созревания. В наших условиях он, как правило, готов к концу августа, начало сентября. Характеризуется высоким сахаронакоплением. До 25 брикс. Средний вес грозди порядка 200 грамм. И он может давать по 2 грозди на побег. Вкус у ягоды напоминает спелую грушу, которая потом сохраняется в винах. Хорош для приготовления сухого вина. Причем его смело можно готовить по красному типу. Со временем при созревании грушевые нотки переходят в яркие цветочные ароматы. Также хороший для приготовления шампанских вин. Я в прошлом сезоне делала шампанское по классическому способу. И в шампанском реформ также дает вот эти приятные грушевые нотки. Как я уже упомянула, урожай созревает рано. При этом хорошо вызревает лоза. В первые годы при не совсем благоприятных условиях может слабовато расти. Но потом с лихвой все наверстывает. Ландонуар. Первое сигнальное плодоношение. Попробуем его с более солнечной стороны посмотреть. Но там, конечно, все равно притеняют. Вот здесь гроздочки на солнышке. Гроздочка, конечно, миленькая. Ягодка тоже миленькая. Весь грозди. Вот такие бывают длинные сережки. А бывают с таким крылышком. Пока показывают по три гроздочки на побег. Так понятно, что я ничего не нормировала. При такой мелкой грозди тут нормировать смысла нет. Вон, раз, два, три. А, смотрите, даже четыре может давать. То есть, в принципе, можно получить четыре полноценных грозди. Ну, в среднем, в основном, везде три. Обращаю внимание на лозу. Лоза шикарно вызревает. Куст вообще ничем не болеет. Растет хорошо, плодоносит хорошо. Созревает тоже хорошо. Я показывала еще, по-моему, в середине августа. Уже тогда был хороший сахар. Ну, понятно, что для красных сортов нам нужна и фенольная зрелость. На 14 сентября все, он полностью готов. Общий сахар в сусле 20. Косточка коричневая полностью вызрела. Но косточек может быть много. В ягодках, которые покрупнее, косточек может быть и три штучки. Вкус интересный, богатый. Мне кажется, с какими-то, может быть, вишневыми ароматами. Может быть, немножко такой черносливный шлейф. Какие-то такие вот темные ягоды. Паш, 3.37. Мукузани. Мое открытие года. И хотя некоторые утверждают, нет такого сорта мукузани. Да, скажем так, это его второе название. Ходит этот сорт под именем Мукузани. Но на самом деле это Аберлин Нуар. Повторюсь, мое открытие года. На 14 сентября в моих условиях сахар 25 брикс. Это куст второгодка. И на второй год он уже показал урожай. Также говорят про него, что у него высокая кислота. Посмотрим, конечно, как он себя покажет. Понятно, что сейчас высокий сахар такой, 25. Он кислоту маскирует. И сейчас ягода вкусных. Вот, смотрите, по сравнению с моей рукой, чтобы вы понимали. То есть ягодки тут небольшие. В этом году у него две грозди на побег. Ну, а дальше будем смотреть. Напомню, что кустику всего лишь второй год. Лозы уже начали вызревать. Листики приобретают осеннюю окраску. То есть кустик начинает уже готовиться к покою. Для виноделия это очень классно. Когда небольшая гроздочка, небольшая ягодка. Но если мы рассматриваем сорта для маленьких приусадебных участков, то в некоторых случаях нас может интересовать урожайность несколько больше. То есть тут уже надо смотреть по возможности. Как раскрывается в вине, тоже пока я сказать не могу. Ну, потому что сама я еще не делала. Пробовала. Насыщенный вкус. Ну, там была, да, ощутимая кислота. Посмотрим, что будет вот у моего с такими кондициями. Кстати, ягода по вкусу очень такая насыщенная. И вот те, кто пробовал синий изюм, не коричневый, а именно синий такой яркий изюм, поймут, о чем я говорю. Очень приятные такие изюмные ноты. И насыщенность вот она чувствуется даже в ягоде. И вот вес гроздочки макузани. Вообще сахар в сусле где-то 21. Ну, чуть больше-то. Почти половинка. Пусть вас не смущает то, что в сусле сахара меньше, чем я показывала на кусте. Потому что, когда мы смотрим на кусте, мы берем какую-то одну ягодку. Она может попасться более спелой, менее спелой. Хотя я всегда беру с верхних гроздей. Но, тем не менее, когда мы срезаем весь урожай, где-то ягодка одна ниже, где-то что-то было в теньке. Поэтому общий сахар в сусле вполне может отличаться от того, что мы сразу измеряем на кусте. И это нормально. А вот по шуму кузани. Ханка. Универсальный сорт. Его еще называют изюмным. Это ее первое полноценное плодоношение. Компактные, красивые гроздочки. Ну, я думаю, что грамм на 300, может быть, даже где-то и больше. Вот такая, смотрите, какая красотулечка гроздочка висит. Красивая синяя ягодка. Приятный, насыщенный вкус. Вот даже пришел дегустатор. По срокам созревания в норме, начало сентября она созревает. Но в этом сезоне, к сожалению, несколько запаздывает. Хотя во многих ягодках уже косточка коричневая. Но сахара, к сожалению, маловато. Сахара 17. Ну, в каких-то ягодках 18. Я думаю, что, конечно, обильные дожди в начале сентября. Очень сильно вот как раз-таки подпортили картину. И этот самый сахар размыли. Ну, ничего, мы сильно на этот сезон ориентироваться не будем. Смотрите, лоза у нее зреет. Вот, замечательно. Вот по две гроздочки на побег она выдает. Тем более, что это только первое такое нормальное, более-менее плодоношение. Здесь, кстати, даже три. Раз, два, три. Лоза почти до верха вызревшая. Сегодня у нас 15 сентября. Как я уже сказала, сахар, к сожалению, не самый большой. Но будем срезать. Да, забыла сказать про ханку, про треск. Конечно, когда были вот проливные дожди у нас в начале сентября, немножечко потрещало. Ну, вы видите, гроздь после треска. Ну, конечно, я плохие... Вот сейчас еще какой-нибудь с корзиночки возьму. Треснутые ягодки повырезала. Ну, вот смотрите, что пооставалось. То есть не в хлам, не выкинуть. Ну, вот так, единичные ягодки. Ну, здесь она опылилась не очень. Ну, вот, вон там видно, две ягодки были треснуты. Усохли три. Да, вот видно. Ну, видите, они тоже. Они не шибко загнивают, не портят всю гроздь, а высыхают. Ну, особенность года. Вардова, любимица моей дочери, обычно созревает в конце августа. Она уже вкусная, она уже сладкая, причем аж склеивает пальцы. Но в этом году вот чего-то она запаздывает, причем, знаете, интересно. Она буквально вот еще неделю назад, вот эти гроздочки были зеленые-зеленые. И вот прямо на глазах, ну, конечно, здесь вот они зеленоваты еще, да. Ну, буквально на глазах стали желтеть уже где-то в желтых ягодках. Сахар порядка 22, зеленых где-то 17. К сожалению, запаздывает. Сегодня у нас 16 сентября. Хотя обычно к 1 сентября она уже имеет такие же кондиции. Лепсна, прибалтейский сорт универсального назначения. У нас гроздочки небольшие, но если куст пронормировать, сильно его подкормить, то грозди могут быть, как и размер ягод, я это видела своими глазами, в два раза больше. То есть, если у меня гроздочки вот такие небольшенькие, ну, вот эта такая гроздочка побольше, то есть в два раза больше, чем вот эта гроздь, все это может быть. Очень красивая. К сожалению, погода не позволяет снять ее действительно во всей красе. Надо урожай убирать, потому что будет не погода, будут дожди, будет холод. А так в солнышке, я просто хожу и на нее любуюсь каждый раз. Потому что ягодка вот такая розовая, и она на солнышке такая прозрачная становится. И смотрится это все невероятно красиво. Вот даже все-таки немножко камера улавливает. Но когда яркое солнце, то, конечно, это все в разы, просто в разы красивее. Очень ароматный сорт. Рядом с кустом прям невозможно находиться, потому что такой запах стоит. Потрясающе. Конечно, этот запах несколько привлекает ос, что совсем неудивительно. Вкус и сроки созревания. Вкус тропических фруктов, прослеживается вкус личи. Для тех, кто не знает, что такое вкус личи, и кто его никогда не пробовал, я тоже его никогда не пробовала. Но если вы в магазине купите любой напиток, на котором написано вкус личи, то вы легко поймете, о чем я говорю. Рано набирает сахар, по крайней мере тот сахар, когда ягоду можно есть. И в конце августа, а бывает даже и раньше, ее можно кушать. При этом ягода может быть еще не в полном окрасе, посветлее. Тем не менее, она будет вкусная. Но со временем она больше накапливает сахар и начинает накапливать танины. Немножко ягодка становится терпкой. Соответственно, если мы хотим ее съесть, мы ее снимаем раньше. Если хотим ее пустить на вино, то мы ее снимаем несколько позже. Что касается уровня сахара, в этом сезоне запаздывает. Еще недавно было 16, но буквально за последние пару теплых дней. Сейчас 18-19. То есть, в принципе, нормально для розовых сортов. Нам не обязательно делать вино, чтобы оно было крепким. Тем более, что я планирую пустить на игристое на 15. Все прибалтийские сорта, они такие высокоароматные. Как-то я уже пробовала это делать. Результат мне очень понравился, поэтому в этом году все пойдет именно в эту смесь. Но, хочу сказать, пока просто урожай небольшой, чтобы отдельно посмотреть каждый сорт, как он себя проявляет. Но смесь всей моей прибалтийской коллекции, белые розовые сорта, дают вино такого яркого розового цвета. И это вкус земляника и грейпфрут. Вкус очень яркий, аромат очень яркий. Вот если взять в магазине розовый грейпфрут, такой очень-очень спелый. Там явная земляника и явные цитрусовые ноты. Вот такое же получится и вино. Если делать переливки, то тоже в помещении просто невозможно дышать от этого аромата. Настолько он яркий, настолько он выразительный. Ну, вино, конечно, настолько же яркое, настолько же выразительное. Гроздочки плотные, вот прям совсем, как кукурузки. Но при этом, несмотря на все дожди, ягода не трещит. Вот здесь она в теньке, поэтому ягодка по цвету зеленая. Я, кстати, вот с этой стороны ягоду специально немножко выстригала, чтобы гроздочка как раз-таки не была такой плотной. Единственная проблема, едят ее птицы, ну, может быть, потому что здесь вот там, за кустиком голубика, птицы прилетают на голубику, но заодно поедают все остальное. И тут немножко больше тень, поэтому, конечно, созревание меньше, чем вот там, где я вам показывала. Но, тем не менее, вот тоже ягодка желтеет, и, в общем-то, скоро будет готова. Ну, кушать можно уже. Кушать она вкусная. Да, вкусная-то вкусная, но какой же это вкус? Это вкус лечи. Такой ярко выраженный, хотя тоже вот интересно, в этом году немножко все идет по-другому. Для тех, кто не знает, что такое вкус лечи, и кто его не пробовал, я уже говорила это, когда рассказывала про лепсну, идем в магазин, покупаем любой напиток со вкусом лечи и понимаем, о чем я говорю. Но в этом году почему-то у Вардува больше вкус ананаса, такой более ярко выраженный. Лечи выражены в меньшей степени, хотя, как бы, раньше все было наоборот. Ну, вот как интересно смотреть сорта в динамике. По три гроздочки вот такие выдает на побег. Неплохо вызревает лоза. В предыдущие годы у нее вообще все было значительно лучше. Гроздочки, конечно, классные, хорошие. Здесь вообще такие красивенькие. Но немножечко проблема со сроками. Ну, а с болезнями все стандартно, как для всех прибалтов. Вкусно и просто покушать. Очень вкусно будет из нее сок. Я думаю, что особенно у кого детки маленькие, очень понравится, потому что вкус такой необычный. Ну, и, конечно же, хороша в вино. Отдельно не ставила, но в прошлом сезоне ставила отдельно белые прибалты. Получается, Вардова супа Гасселэ. Получился вкус такой ананас и специи. Ну, очень интересно. Вкус вино вот такой вот пряное вышло. Селэ. В этом году слабовато плодоносит. Дело в том, что мы хотели его пустить под перепрививку. Ввиду того, что просто у нас не так много места. Но потом перепутали. И поэтому Селэ плодоносит. Ну, вот небольшие гроздочки. Причем, смотрите, рядом вот Вардова. У нее гроздочки, вернее, ягодки помельче. У Селэ в этом году ягодки покрупнее. А вот такие желтенькие, красивенькие. Вкус ананаса в них явно прослеживается. Смотрите, на 15 сентября. Косточка, в общем-то, такая уже неплохо подозревшая. Чуть-чуть хвостику осталась. Но слабовато сбросила кислоту. И сахарку 17-18. Ну, как бы, вроде бы неплохо. Но хотелось бы или сахарку побольше, или кислоты поменьше. Ну, в этом году задержки, в общем-то, у всех. Раз, два, три. Три гроздочки на побег может давать. Ну, говорю, это гроздочки скромные. То есть, должны они быть, на самом деле, больше. Хорошая устойчивость к заболеваниям. Хорошо вызревает лоза. Пригоден как в свежем виде покушать, так и вино. Но вино отдельно не делала. В Ордово Супага Селэ. Был такое хорошее, пряное, ароматное вино. Сен-Сен-Рейд. Сорт американской селекции. В этом году почему-то не очень хорошо появился. Ну, посмотрите, потенциал. То есть, вот если бы эта гроздочка полностью опылилась, то сколько она была бы длинная и красивая. В прошлом году он уже плодоносил. Грозди были скромнее. В этом году, конечно, грозди поинтереснее. В идеале вот такая должна быть плотная грозь, как кукурузка. Но еще что повлияло, когда был град, ягоду побило. Вот даже видно где-то. Вот, вот видно. Это был градобойчик. Ягодка вот так вот затянулась. Ну, конечно, много ягод, которые были совсем разбиты. Мне пришлось убрать. Окраска у Свенсона может очень сильно варьировать. От светло-розовой до почти синей. И зависит она от температурных режимов. Чем южнее, тем окраска светлее. Чем холоднее. И особенно, когда холодны ночи, тем окраска становится более интенсивной. Вкус интересный, земляничный. Мякоть желеобразная. Но шкурка, она раскусывается хорошо. Она не снимается мешочком. На 16 сентября. То есть в норме к середине сентября он нормально созревает. Сейчас, смотрите, косточка, в принципе, довольно хорошо созрела. Но в самой ягоди еще она не до конца сбросила кислоту, к сожалению. Да и с сахаром в этом году тоже не очень. На 16 сентября сахар 16. Конечно, еще бы пару теплых дней и быстренько бы он все добрал. Но, к сожалению, погода такого не позволяет. Паланга, сорт прибалтийской селекции. Несколько крупнее, по крайней мере, в моих условиях ягодка, чем у Лепсны. И, может быть, несколько крупнее Гроздочка. По вкусу они тоже чуть похожи. Также имеются тона тропических фруктов, тона личи. Но у паланги этот вкус более разбавлен. И у паланги потом терпкость, которая приходит у Лепсны. У паланги этого нет. Паланга в плане вкуса, скажем так, более спокойная. В норме созревает начало сентября. Числа до 10. Она уже, как правило, готова с хорошим сахаром в районе 20 Брикс. Но в этом сезоне запаздывает. Сахар подразмылся. Также я пылилась. Она как бы не очень хорошо. У нее должны быть Гроздочки поинтересней. Ну и на 15 сентября у нее сахар порядка 17 Брикс. Ну, кое-где 18 выходит. Ядвига Гайлюнаса. Сорт прибалтийской селекции. Вот здесь у нее часть рукавов. И вот там далеко тоже это ядвига. Но, смотрите, там больше тенек. И окраска у нее такая более желто-розовая. А вот здесь, честно говоря, вот те годы я не помню, чтобы она так ярко красилась. Она была все-таки посветлее. Довольно крупные грозди. Где-то грамм 400. Вообще должны быть плотными. Такими плотно набитыми. Но после дождей, после очень обильных дождей, несколько потрещало. И поэтому я прорежу. Я прорежу грозди, чтобы не налетали осы. Не было загнивания. Но, к сожалению, так у ядвиги тонкая кожица. Поэтому иногда треск может быть. Но не каждый год у нас льет как из ведра. Особенно после сильной засухи. По срокам созревания к 10 сентября всегда уже готово. Но в этом году несколько запаздывает. Сахар порядка 17 ибрикс. Ну, кое-где. Вот здесь на солнышке. Даже 19 я словила. Это на 15 сентября. Но, тем не менее, я могу сказать, что все-таки несколько она запаздывает. Плюс сахар дождями был размыт обильным. Поэтому в этом году не лучшие показатели. Хотя вот так раз больше. Зилга моя трудяга. Сорт прибалтийской селекции. Несильно я даже тут осветляла грозди. Поэтому за яркими листьями даже плоховато видны гроздочки. Вот это вот все. Я просто хочу показать вам в масштабе. Вот это все зилга. Здесь нагрузка больше 80-90 побегов. Конечно, старый мощный куст хороший. Но нагрузку он несет тоже хорошую. Вот специально переместилась на другую сторону. Видите, сколько здесь всего. Значит, 4 грозди на побег. Замечательно несет нагрузку. Средняя масса грозди где-то 300-400 грамм. Вот это второй ее кустик. Здесь нагрузки чуть поменьше. И гроздочки такие вот более плотненькие. А там более рыхлые. Ну, может, как-то опылилась не очень. Может, из-за нагрузки. А в любом случае урожайность здесь зашкаливает. Сорт универсального назначения. Можно есть в свежем виде. Вкус сладкий. С легким, очень легким и забыльным тоном. Также можно делать соки и вина. Нет такой избыточной кислоты, как мы привыкли ее ощущать в альфе. И забыли. В норме она всегда созревает в самом начале сентября. И уровень сахара в этот момент порядка 20 брикс. В этом году несколько запаздывает. Но вот буквально за последние дни, сейчас у нас 15 сентября, и буквально за последние дни стал сахар натягивать. 18-19, в принципе, до 20 может довисеть. Замечательно созревает лоза, уже вызрела на всю длину. Лист, видите, тоже уже приобрел осеннюю окраску. То есть кустик уже начинает вовсю готовиться к зиме. Вино из зилги, я, правда, ее мешаю с русским ранним. Получается хорошее полнотелое вино с достаточным уровнем танинов, со вкусом черной рябины и ирги. Также прослеживаются еще вкусы черных ягод. И может быть легкий изобельный тон, но он настолько легкий, что те, кто не сильно в нем разбираются, не сильно его ощущали, то не особо и поймут, что это он. Симоне сорт прибалтийской селекции раннего срока созревания. Гроздочки у него слегка рыхлые, средняя масса порядка 300 грамм. На этом побеге гроздочки мелкие. Вот если мы посмотрим на второй плоскости шпалеры, там, конечно, гроздочки несколько крупнее. Созревает рано, к концу августа, как правило, он уже готов. Единственное, что если идут сильные дожди, то может несколько размываться сахар. Когда симоне полностью созревает, вокруг куста стоит просто невероятный аромат. Мякоть светлая, но, что интересно, дает очень темно окрашенный вина. В прошлом сезоне я его ставила отдельно и не могла понять сначала, почему у меня такие черные руки. Дает очень сильную окраску. Потом, пока вино совсем молодое, даже бокалы окрашиваются, и это видно. В вине лабрусковых гибридных тонов не чувствуется, зато ярко выраженный приятный аромат темных ягод. Русский ранний. Как и следует из названия, ранний сорт винограда универсального назначения. Обычно созревает уже в конце августа в наших условиях и может очень долго висеть на кустах. Ягода не вялится, не изюмится, не гниет, не трескается. Ну, вообще ничего с ним не становится. Единственное, вот в этом году, наверное, заметила, чуть-чуть цвет меняется. То есть она из более такой розовенькой становится темнее. Вот здесь в краешку видно грозочка более светлая, а вот там более темная. В этом году урожай у него, к сожалению, довольно скромноватый. Дело в том, что его покушала мышка, почки по весне, поэтому он пошел из замещающих. Ну, соответственно, и урожай гораздо скромнее и позже. В норме, как я уже сказала, конец августа, начало сентября, он уже созревший, с хорошим сахаром, порядка 20 брикс. Ну, а сейчас, вот на 14 сентября, вот эти 20 брикс он, наконец-таки, набрал. Ну, тут сказалось и задержка сроков ввиду замещающих почек, и обильные дожди, которые этот самый сахар размыли. Чем хорош, конечно, из одного русского раннего делать вино, может быть, и не очень будет, ввиду того, что низкая кислотность, и вино может получиться такое плосковатое. Тем не менее, в смеси с кем-то, с каким-то таким более кислотным сортом, это будет замечательный тандем, потому что русский ранний как раз-таки эту кислоту несколько разбавит, даст хороший сахар, и получится замечательное, гармоничное вино. Туран, но я его буду называть Туран-клон. В обзорном видео я рассказывала, почему, но не все его смотрели, поэтому повторюсь. Значит, покупала я этот сорт как Туран, но есть несколько моментов, которые меня очень сильно смущат. Первое, это форма листа, потому что во всех описаниях Турана, встречающихся в интернете, форма листа, она вот такая вот округлая, без особых вырезов. Вот, вот как здесь, например. Но, смотрите, вот есть и такие листочки, прям вот такие вырезанные сердечки, но нигде я не нашла, что листик может быть вот таким. Но, тем не менее, на одном кусте два абсолютно разных типа листа. Но смущает даже не это, а смущает то, что сок светлый. А у Турана ведущий признак, это сорт краситель, и сок должен быть темный. Поэтому, скорее всего, что это не Туран, но поскольку я его брала под таким названием, я вам даю свое описание, и буду называть это Туран-клон. Итак, 14 сентября, 22 брикс сахара, полностью созрела косточка, даже кое-где ягодка начала изюмиться. Поскольку сложный год, тут и задержки с созреванием были, то есть я думаю, что он может созревать еще раньше. Это первое сигнальное плодоношение. Ну, такие небольшие грозточки. В принципе, ягодка, я бы сказала, что довольно неплохого размера. И видите, начала уже изюмиться. То есть, на самом деле, надо было его уже снять. Вообще, сахар в сусле чуть выше 20. Будем считать 20. И из других характеристик, лоза, в принципе, вызревает достаточно неплохо. Конечно, в этом году немножечко я помогла. Тут пару обработок монофосфатом калием было. Этого я не скрываю. Тем более, что кустик сигнализировал. Смотрите, вот эти вот красные пятнышки говорят о недостатке либо калия, либо магния, либо фосфора в зависимости от рисунка. Хотя у многих, конечно, красных сортов такое бывает на нижних листьях осенью. И это нормально. Но поскольку я заметила такое явление еще в середине августа, ну, кустик говорит, мне чего-то не хватает, следовательно, ему надо было это дать. В этом году немножко верхушечки схватили мильдзю. Не страшно, не критично. Впрочем, для благородных технических сортов явление болезней на самом деле это не редкость. Вкус у ягоды очень приятно насыщены. Толстая шкурка. Если ее разжевывать, по моим ощущениям, проявляются тона вишни такие именно явные, богатые. ПАШ-350. Осмелюсь предположить, что вам, конечно же, хочется услышать о лидерах, да, о лучших сортах этого сезона, о лучших сортах на моем участке. Но дело в том, что в плане технических и универсальных сортов это сделать достаточно сложно. Потому что каждый сорт хорош по-своему, каждый сорт уникален по-своему. Какие-то сорта, например, молодежь, они еще полностью не раскрыли свой потенциал. Да, они показали ягоду очень хорошей кондиции, особенно в этом сложном году. Но, тем не менее, хочется поработать с ними побольше и посмотреть побольше, насколько они могут раскрыться. Кроме того, чтобы кто не говорил, но урожайность в некоторых случаях для технических, для универсальных сортов тоже важна. И важна она на ограниченных участках. Если у нас места мало, то, конечно, даже очень хороший сорт с очень хорошими параметрами нам выращивать будет достаточно сложно. Но ввиду того, что место у нас, к сожалению, не позволяет заниматься вот такими вот мелкими ягодками. Если место позволяет, тогда можно поработать и вот с этими сортами. И также могу предположить, что у кого-то возникнет вопрос, ну зачем же вам столько много сортов, если можно все-таки выбрать лучшее и работать с ними, посадить их по несколько кустов. Да, можно, но год на год не приходится. И вот как раз-таки этот сезон показал, что кто-то успел, кто-то чуть-чуть не успел, кому-то чуть-чуть не хватило. Когда у меня сортов много, я всегда знаю, что я всегда буду с вином и всегда буду с урожаем. Если у кого-то будет там провал по кондициям, по урожайности, то другой сорт его сможет заменить. Ну а я всегда буду с вином. И все-таки, конечно, лидер у меня есть. Лидер у меня это реформа. Это тот сорт, с которым мы очень сильно подружились, который для меня надежно стабильный, предсказуемый в винификации. Да, с этого участка он уходит, но на другом участке, на родительском участке, под него отведено место. Там сидят три куста. И в следующем году, я уже думаю, что они должны будут дать полноценный урожай. Но, тем не менее, все остальные сорта я тоже очень люблю. На этом я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Под видео, нажав кнопку еще будет, ссылка на каталог наших сортов, винограда и мои контакты. И до новых встреч!